всем привет мы снова рассказываем о кино и сегодня я ольга и мария решились поговорить о фильме плаща и шпаги почему вообще этот жанр зачем его нужно было вообще из какого-то там старого сундука доставать ведь он собственно говоря уже очень давно умер почил в бозе вот зачем нам нужно было вытаскивать этих трех мушкетеров этот фильм снова его экранизировать я считаю что роман дюма великолепное произведение но сквозь века до приключенческий авантюрный роман но это эпичное произведение она навсегда всегда будет перечитываться просто каждому поколению нужно находить в нем свои ве свои вехи свои точки интереса именно поэтому великие произведения великие каждое поколение узнает там себя сейчас действительно как ты думаешь для молодых людей интересно вообще вот это авантюрные романы которыми засчитывались в ссср по крайней мере там кучу макулатуры нужно было сдать прежде чем получить роман дюма там три мушки террас каню я не знаю там графини до мансуро надо было на санках привести тонну этой макулатуры и потом сидеть зачитываться этими произведениями без картинок а вот сейчас вот я не знаю мартен бурбулон снимает новую версию что-то новое для молодежи он там хотел сказать нет не для молодежи нет это просто пересмысление его поколение до вытащили роман стряхнулись него пыль и осовременили я вижу в этом не только желание современить но и бережное обращение классики это уважение да не уважение произведению которая навсегда будет с французами без этого невозможно три мушкетера это всегда ассоциация с францией это нужно было сделать нужно было открыть этот роман нужно было по-другому посмотреть на персонажей добавить новых персонажей или показать и с другой стороны разделить фильм на две части с одной стороны это и хорошая и плохая идея была ну во-первых три мушки террас д'артаньян и три мушкетерами леди две части одного большого фильма я представляю что 4 часа он наверное не выдержали бы четырехчасовой фильм это понятно когда была пауза между этими двумя фильмами почти в год то ну на мой взгляд потерялась какая-то вот что ли динамика первой части нам так нас так погрузили в эту особую какую-то атмосферу а вторая часть ожидалось что она будет еще более что будет нарастать вот это вот энергетика фильма и так далее да но на мой взгляд оказалось что намного мне кажется произвели бы большее впечатление если все-таки были показаны вместе у тебя не сложилось такое впечатление сложилось да но не так сильно как у тебя я с удовольствием посмотрела второй фильм там другой история больше про женщин да да просто же так называется миледи давай поговорим о образном мире во-первых мужской мир и женский мир вообще когда нечего обсуждать то обычно обсуждают чем плохо фильм и чем хорош на много да намного лучше роман или произведение ну вот я совсем не хотела например обсуждать эту тему другой разговор да чем хороша книга чем плох фильм там или хороший фильм здесь вот совсем не об этом вот будем исходить именно из того что мы увидели поговорим о персонажах но первых три мушкетер оказывается есть две версии почему я по крайней мере две версии нашла почему называется три мушкетер ведь их на самом деле это четыре ну дартаньян ведь еще у нас мушкетер в финале он становится вообще финале да да он становится в финале конечно то сам дюма писал свои произведения журнал редактор прочитал начало и в этом начале там были три мушкетера а так название не было то редактор вроде как похоже на байку но тем не менее слабо это будет три мушкетера без проблем вот ну а там дальше появляется дартаньян ну и вот еще интересная тоже версия три и четыре до оказывается ну троица это понятно что троица везде троица сказки народные религиозные какие-то там до воззрения там везде там троица это да но еще и три но возникает и четвертый да а три четверти это золотое сечение ты можешь себе поэтому да в этом есть еще такой смысл оказывается ну я не знаю можно миллионы разных смыслов наверное искать в трех мушкетерах но вообще это как ты думаешь это перескочу немножко это детская книжка вот ее читают в основном в возрасте там не знаю от 12 до 14 лет первый раз нет а 12 до 14 ее сейчас уже никто не читает давно еще никто не читал 14 да ну вот я просто в советское детство дети читали и зачитывали с мушкетерами именно вот примерно в таком возрасте ну 15 лет но это уже все а тем более вот эта история с мюзиклом боярскому что многие раз таки не читали эту книгу потому что потому что посмотрели посмотрели а потом или или после этого фильма начали читать книгу сильно огорчить да я встречаю постоянно людей которые именно возмущаются что это какая-то там выдумка придумка в мишке совершенно не так что они там наворотили к новой экранизации тоже да да потому что это изменение формата всегда очень болезненно не все его принимают это отдельная тема вообще да 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 то вернемся говорится к нашим парам и так вот мужский образ абсолютно юный да его играет франсуа севиль не юный прям юный но достаточно молодой артаньян и это канон потому что он действительно 20-летний парень который горячий горячий да безрассудный абсолютно и он по сути является амбициозный да 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 вот он встречает этих трех мушкетюр который вот фильме совершенно замечательно да там у нас и ромен дюрис и винсен кассель пиомар май да кстати он на 10 килограмм если я не ошибаюсь поправиться пришлось до этой роли он на самом деле не такой 10 килограмм это немного да но все привыкли что портос это человек который любит покушать все радости земные и он очень простой он ну его некоторые даже называют недалеким ну хотя не так все это но тем не менее вот привыкли что он из них из мушкетеров самый простой все возмутились почему у нас а то с такой старый по крайней мере внешне потому что кассель здесь уже действительно ему достаточно много лет и он он действительно от а то был старше всех и он такой как бы образ такого отца всегда был среди мушкетеров он очень отец такой разбитое сердце он так и не вы не излечил эту травму но в протяжении всей своей жизни он очень страдал ромен дюрис совершенно замечательный на мой взгляд парамис у него в меньшей степени фильме он корея интриган вот поэт этом вообще не увидела в фильме вот этот его часть вот эту да или там любителя дам до платочков юмор проницательность легко легкость легкость до легкость есть но я соглашусь с тобой но тут нужно просто внимательно посмотреть на персонажа он если мы не видим там поэтому просто идем утонченную утонченного человека он носит сережку у него соответственно есть стиль одежды более чуть более вычернут чем других подводим глаза вот что было нормой абсолютно практически не до модников назовем это да 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 человек в тонкой организации тут все на месте артаньян это молодость это то чего не хватает силу объективных причин всем другим персонажем вот всей этой троицы они каждый по-своему прекрасен у каждого есть свои какие-то особенности но вот это зажигательные граничащие с безрассудством энергетики в них нет уже 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 нет и они нуждаются в этом дартаньяне даже больше чем он нуждается в них и это как раз таки в фильме очень здорово сработал потому что актер играющий дартаньяна он такой локомотив который тянет за собой вот эту вот всю эту бригаду я считаю что это удачный абсолютно у меня претензий к касту нет никаких он удачно выбран на эту роль саму не севилью если переходить на уже на женские персонажи до которых там по-хорошему два да потому что ладно королеву считать королеву считать не будем но она да в первой части играет большую роль кстати сказать да она она что-то среднее между вот этими двумя полюсами между констанцией и миледи переходя к антиподом не было же по моему вот этой линии мы кстати скажу оговоримся что мы говорим со всеми спойлерами вот скажи пожалуйста вот этот вот у констанции если я не ошибаюсь там у него даже по моему в этой экранизации она не замужем вот мне показалось что они ее освободили от фильме брачных ус для чего это ну совсем чтобы ее очистить сделать такой милый замечательной девушкой чтобы не было вообще вопросов никаких потому что вот эта куртуазность французского романа до замужней женщины чтобы вот совершенно это как-то никого не тревожил этот вопрос это хорошее решение да да это сразу облегчает историю делает им простой и доступной евагрин на своем месте конечно да и вагрин да она колдунья она прекрасно уже в этом амплуа давно и у меня кстати вот в сериале она просто на своем месте была когда наиграла леди марган короля артуре там еще тогда я подумала что это идеальная ведьма вообще для всех для всех возможных фильмов еще на золотом компасе тоже была ведьма вот то есть жаль что он провалился образ миледи сложнее то что случилось в финале смена девушек подмена ведь это же не что иное как вот этому миру мужчин им все равно кого казнить они даже не стали разбираться кто это и что это и жертва должна быть принесена если в самом произведении вот все помнят да это же страшная вообще одна из ключевых сцен где четыре здоровущих военных мужчины мушкетеры да да казнят ну какая бы она ни была но женщина которая говорит им о том что это должен решить суд да они вот это вот это ну по сути дела это да самосуд что это такое то положительные персонажи такое дело и как а каким бы ни была отрицательным персонажем миледи она этого не сложно не заслужило вот у меня всегда был протест внутри против вот этой жуткой абсолютно сцены и мне кажется что и у дюма был такой же протест что он каждого персонажа своего любил в том числе и миледи вот здесь фильме это было ну по-другому решено но смысл тот же да да как тебе кажется правда смысл тот же когда думала об этой сцене вот именно последнего фильма конечно же не книги я пришла к тому же воду что и ты что жертву всегда будут это будут невинные абсолютно жертвы миледи как не истинное зло что-то инфернальное она будет продолжать существовать этот фильм отражает именно эту действительность пока женщина будет притесняться какая-то женщина как не она будет чувствовать несправедливость незащищенность и так далее и будет вынуждена выживать применяя все инструменты к которых она сможет дотянуться конечно будут к станции бонасиек д'артаньян теряет ее и обретает какое-то понимание что ли да вот этого мира куда-то уходит его тут безбашенность что ли хотя вот финале это никак не отражается вообще вот такая цена за осознание себя за победу за победу чтобы она для него не значила да теперь уже о миледи вот смотри получается у нас что две части противопоставлены двумя персонажами дартаньян и миледи то есть вот здесь вот в этом именно вот в этой интерпретации создатели их намеренно противопоставить ну что такое три мушкетеры это главная мысль всегда дружба да дружба превыше всего которое личные отношения людей они важнее каких-то политических интриг доверия единение доверия единение и один за всех всегда одного то есть они же все там вот помогают друг другу и выживают вот они вот группа они вместе причем друг друг за другом могут отдать все фильме вот это вот идея дружбы да она есть но она уже не такая глава и тут мы перейдем уже на том как это показано все мушкетеры и все гвардейцы кардинала практически неразличимы это такая претензия к фильм ты озвучила боль больно большинства все а где же красный где же голубой а почему они все грязные а почему они все вот такие где воротники решили е расшиты все они живут как куда вылезли с какой-то земли или непонятно где они были и все еще и грязные лица лица все грязные грязные черные и коричневые шляпы ничего не понятно где двое дейца нам нужно приглядеться этот крест увидеть на них да я согласна мужчины там показаны одним фронтом просто есть какие-то архетипы которые нам и одни и другие выполняют ну кто такие были мушкетеры давай так солдаты это даже не с это телохранители были по сути дела головорез они охраняли короля и в принципе они готовы были броситься на любого его расхромсать на куски мне кажется что режиссер именно это транслировал нам что это мало того что не солдаты плюс они еще и люди которые привыкли убивать люди которым это даже доставляет удовольствие где-то потому что вот в этой первой сцене первой же сцене боя она очень эмоциональная она в лесу ты помнишь да вот самая первая первой части когда должна была там дуэль состояться она очень хорошо снята вот во всем в этом лязге оружие во всем этом все это энергетики этой сцены этим всем наслаждаются но нам нам как зрители это не так уже весело то есть мы с упоением смотрим на каких-то нарядных мушкетеров которые там фехтуют да по всем правилам и так далее это похоже на танец и здесь абсолютно иное да это завораживает но это страшно это резня происходит резня мне кажется это интересный очень подход сам режиссер ну брал такие референсы как например ридли скотта фильм дуэлянт фильм королева марго полон натурализма очень много крови да кстати сказать вот эта затушеванная кровь я думаю что вот это тоже задумно было задумано чтобы фильм был таких фильтрах а фильтр назывался шоколад да сам режиссер говорил о том что они очень увлеклись этим шоколадом и первая часть вышла достаточно темной в некоторых кинотеатрах где вот не было белом по блане очень новая видимо вообще был там ничего не разобрать не понять все было темно ну нет как раз это и нравилось а вот видимо большинство зрителей нет они хотели что-то разглядеть в этом во всем хотя вот помнишь маш как все ругали предпоследнюю серию игры крестов когда все бегают в темноте но это было круто потому что это было натурально и потому что так и есть ничего не понятно ничего не видно полное погружение но ты понимаешь что там это все есть это был не обман то есть это не пустая комната которую хотят нам представить за вот там этот замок страшный там или что-то а это в этой темноте что то есть вот это было здорово ну и здесь тоже я не знаю мне кажется мне вот этот как раз часть очень понравилось что натуралистичность и кровь там была конечно вся не яркая не вот такая тарантиновская да а она вот именно этим шоколадом немножечко ее как бы понизили да цвет поэтому она стала тоже такой шоколадный но ведь там же было много светлых и ярких сцен вот это великолепие дворца снималось все в натуральных декорациях и это все чувствовалось да по минимуму компьютерный график практически ее не было ведь это так здорово говорила что это достоинство этого фильма потому что все делалось на живом на живом материале живые замки живые домики живое все настоящее и это чувствуется вот с экрана мы чувствуем что это действительно настоящая грязь настоящий лес настоящие стены замка вернемся к дартаньяну и меледи почему их разделяют на два фильма и почему их противопоставляют как ты увидела дартаньян и миледи две стороны одного целого да я соглашусь но для меня прямой дартаньян со своей держатью и интригующая миледи но я имела ввиду наверное не столько вот их характер и сколько вот она все время применяла одно и то же абсолютное мужчинам свою схему обольстить а дальше она уже плетет так со своей интриги вот с дартаньяном это не выходит да потому что вот этот вот неожиданно она видит барьер он противостоит ей и вот это именно их родник что он не может перейти вот ту грань которую она перешла и стала на сторону она видит себя в нем да она она говорит о том что мы с тобой убийцы одинаковые она не верит в человека а он ведь идеалы для нее разрушены да это поверженный ангел она сломлен в общем-то в душе а вот ее мир он не возродится она уже не восстанет когда из пепла то что ей причинили люди а в данном случае это мир мужчин она говорит об этом не раз да особенно когда она беседу с констанцией да да прям там что да я хочу сама решать и то что и подкупает констанцию в итоге да в ее искренность у нас искренность вот тут мне очень нравится кстати отступление такой немножко что мы уже говорили об этом с тобой раньше его грин играет все время персонаж который невозможно понять то есть говорит ли она правду данный момент или она играет с одной стороны верим вот в ее чувства а с другой стороны у нас все время идет задняя мысль ну она нас это не может это не нас вызывает сомнение в другом человеке да вот то что например нет в д'артаньяне он верит он открыт он честно играет да у него честная игра а здесь все время идет анализ потому что она всех меряет по себе то есть она все время так поступает у с ней так поступали теперь она так поступает и значит все люди такие да она делает такой вывод она встречает вроде бы себе подобного то есть она хочет его перетянуть на свою сторону сказать что она права что мир состоит из отвратительных гадких лживых совершенно невероятных подлецов и я такая и ты такой будешь и он не поддается на ее провокацию и он скажем но она кстати сказать там например тема вот в этой пещере да да она расстроена но она не отчаивается будет еще возможность она еще раз его проверить она не отступит от него зачем ей нужна индульгенция на его убийство вот этот роковой документ сделано с разрешение да там решилие это действие нужное для государственного интереса государства но она уже просто наверное поняла что ей не совладать что не наше то мы хотим поединок дартаньяна и миледи это поединок дартаньяна с собой совершенно отличные да казни да там с палачом там и все остальное здесь у нас этого нет здесь у нас честный поединок пусть он дымы и пламени но это честный поединок женщины у нее есть оружие не не очень удобно конечно тюбки бегать и прыгать это понятно но но веру нам уже привыкла размытый финал это же есть история о зле которая но не уходит а не уходит но есть а ну а если говорить финале все мы знаем историю виконда даржелона насколько тебе показалось это идет в разрез с будущим этого человек виконт умирает на войне а здесь он исчезает твоей точки зрения эти финалы похожи если миледи можно ассоциировать с окей зло там понятно смертью да она его забирает а тогда это объясняет то что будет да то есть обреченность она не нестребима но она все время где-то рядом поэтому вот здесь вот она если она исполняла роль какого-то зла то здесь она уже начинает превращаться в образ смерти в ней ну ничего уже такого человеческого как бы не остается последний бой это же бой со смертью дартаньяна ну то что он ничего не может поделать со смертью констанция умирает все он не побеждает и она уносит даржелона принципе нормально тогда это работа если они там даже и дальше придумал какую-то продолжение я вот думаю если вместо эти продолжению я думаю что это нормальный финал до продолжение не нужно да все очень символично завершилась и так тому и быть мне еще понравилось что там нет такого вот этого финала такого вот этого триумфа какого-то там пора-пора порадуемся чтобы всем там все там хо-хо шли там с этими шпагами шляпами да все как-то достаточно просто попрощались нет вот этого вот пафоса такого дружба навсегда вот это вот еще вот давай вот последний да уже все мы заканчиваем король я очень хотела поговорить про короля да да гарель да но здесь он конечно нам показано эпизодически незаслуженно все таки история не о нем нуждается в поддержке ближайшей своей поддержки но он не слаб он же не слаб он не слаб по себе не слаб не слаб за ним стоит государство и от конечно его сильно расхолаживает но противовесом выступает кардинал мне понравился дуэт король решили они очень органично взаимодействие как раз таки играет когда печаль того что вот все вот это вот происходит вот эти вот все эти интриги что люди разобщены католики гугеноты гражданская война да и а это в общем-то один народ финал этому всему такой венец это как раз вот вот этот теракт который происходит в конце первой части да вот он кстати очень яркий мне показалось что он намного ярче чем чем события в ларшели но мне показалось битва в ларшели сумбурный какой-то немножко а вот как раз таки теракт съемки и вообще как это было представлено вот это вот было грандиозно это перетянуло немножечко одеяло на себя вот поэтому может быть вторая часть мне показалось не такой эффектной там да действительно было больше драматизма но зрелищность мне показалось больше было в первую или это наверно потому что мы сразу увидели какую-то другую картинку новую новых мушкетеров таких вот несовершенных вот таких вот заземленных первой части она как-то перетянуло все потому что вторая она уже была в этом же ключе и уже вот этих ожиданий не было а были ожидания наоборот на какой-то более грандиозные какие-то события мне понравился и мне было интересно согласно что нужно их смотреть один да правда и может быть даже сразу для если свободный вечер да правда я вот всем кто не смотрел этот фильм вам рекомендую просто сесть и две части посмотреть пусть сделайте паузу между ними маленькую паузу вот но и тут же вот взять и вторую часть смотреть и тогда будет цельное впечатление то что в кинотеатрах разорванные две части немножечко порвали какой-то не повествование и может быть эмоция которая накапливается в нас и должна как-то компенсироваться вот в конце должна как-то выйти в какой но я думаю что это изюминка этого проекта обычно все таки мы смотрим два куска отдельно да и там привыкли к этому а тут такое было впечатление что это вот просто разрезанный фильм отрезали согласись это все-таки не теле вот это не формат теле сериал нет 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 это художественное большое кино очень натуралистичное этот фильм тоже каким-то образом вот отражает вот какое-то внутреннее состояние общество тревоги сомнений в правильности решения принято мне кажется что поэтому такой темный режиссер чувствующий настроение отражает и вот мне кажется это вот какой-то сегодняшний вот такой вот таяния может обществе это конечно спросить французов я думаю что многим это может не понравиться но экранизация должна занять свое отчетное место она одна из лучших во франции она побила все рекорды огромное количество людей посмотрели и там тоже были разные мнения тоже да тоже да но почему-то она не понравилась немцы я думаю стереотипы то есть мушкетеры все должны быть нет такие потому что все другие страны они знают какие должны быть мушкетеры во франции я думаю на этом мы сегодня поставим точку смотрите хорошее кино а мы будем о нем вам рассказывать про что она всем пока пока а и Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...